Сегодня в Брайской области больше за 160 тысяч детей школьного взрослого. С их, например, 32 тысячи, по возле зарегистрированных данных, имеют проблемы со здоровьем. В 11% это порушение поставы и скольоз. При этом специалисты выполнены, информация недокладная, реальная картина может быть куда больше сумной. Чтобы выявить масштабы проблемы, необходимый массовый скрининг. И он в области уже распочался, по кульной базе областной детской больницы, с допомогой компьютерных топографов. Полесничный, 20 градусов. Это все показывают 20 градусов выше, а это не запрещено сохраняющиеся. Причем это абсолютно безвредно, поэтому я прошу родителей, чтобы они не боялись. Эти аппараты, которые мы, пока их недостаточно у нас в области, мы будем закупать еще и постоянно пополнять их количество, для того, чтобы мы могли проводить такой качественный скрининг всех школьников, и в деревне, и в городе. К этим аппаратам еще прилагаются специальные аппараты, которые изготавливают стельки ортопедические. И это уже будет лечебная процедура. А кроме компьютерной диагностики опорно-рухального аппарата специалисты вызначают показчики физичного развития кожного школьника, дают с ней обходные аппараты и консультации. Свою лепту профилактичную справу повинна унести областная система адукации. 25% научных установ региона, пока не оснащены специальными конторками для подтримания правильной поставки. Да и там, где такие прилады есть, их частей за все не выкористовывают. А вот, может быть, ребенок будет отвлекаться, а может быть, это потребует, а иногда, порой, и это тоже констатация факта, многие педагоги не владеют методикой преподавания с использованием данной мебели. Поэтому дано поручение Институту развития и образования разработать цикл занятий, которые будут даваться при ежегодном прохождении, повышении квалификации педагогов для того, чтобы вот эту методику потихонечку внедрять. Другий зональный этап профилактичного проекта пройдет раз в месяц на базе Пинского диспансера спортивной медицины, после чего распочнется его локальная реализация. Алиса Грихарчук, Тегра Накопян, Телерадо и компания «Брест».